Диктант Вместе с губернатором участников приветствовал депутат Госдумы Владимир Гутенев. Он отметил, проведение этнографического диктанта дает дополнительный стимул для изучения истории родного края и культуры других народов. Сейчас с определенной внутренней тревогой сел за школьную парту, но тем не менее возникло ощущение, что очень много правильных ответов знаю. С нетерпением буду смотреть на результаты, которые в интернете появятся. Устроить ревизию своим знанием по этнографии решили многие. За партами можно было увидеть и школьников, и студентов, и представителей правительства. Участникам пришлось ответить на 30 вопросов. 20 общих для всех и 10 региональных, уникальных для Ульяновской области. Я думаю, что этот этнографический диктант должен проходить каждый, потому что это как бы про свою национальность, и должен это знать каждый. В школе на разной географии, обществе мы проходим, национальности, этносы. И получается, сейчас я показываю свои знания, для меня это является интересным. Я узнаю свои ошибки, что-то новое из этого. Традиционно диктант пишут 1 ноября, в канун Дня народного единства. Ведь основные идеи праздника и этнодиктанты созвучны друг другу. В нашей культуре переплетаются ведь многие элементы. Здесь русская культура впитала культуру других народов. И взаимовлияние, оно, вы знаете, неизбежно при таком тесном и многолетнем проживании. И еще потому, что у нас 4 ноября – День национального единства. Вот к этому мы все стремимся. Но если кто-то не успел прийти и написать его лично, не беда. Онлайн-тестирование организовано на сайте этнографического диктанта. Там же 10 ноября появятся правильные ответы. Анна Тищенко, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова